Друзья, всем привет! Сегодня мы с вами товарищем Владимиром собрались съездить половить немножко окуня, может быть сорожки, не знаю, что будет. Воскресенский район, село Кошели. Тоже на Волгу. Ну а что с этого получится, будем смотреть дальше. Друзья, ну вот мы добрались до Кошелей. Вот она, на берегу деревни. Это расположено в Воскресенском районе. Вот можете посмотреть, какие здесь просторы. Рыбаков тьма. Не как, конечно, на перволезе, но все-таки ходит. Ну все, друзья, сейчас как доберемся уже до места. Будем смотреть, что повезет нам сегодня или нет. Друзья, ну вот. Пришли, разбурились. Лед, наверное, сантиметров 70-80. Бурить не сахар, скажем так. Ну ничего. Куда деваться? Мы же за рыбой приехали. Ну как бы не за рыбой, а на рыбалку. Ловлю я сегодня на удочку сальма. Катушка, не знаю, какая-то китайская. Оснастка. Приманка, вернее, стоит сейчас. Лаки Джон вот такой вот. Четверочка. Не знаю, сейчас попробуем. Если нет, будем переходить на мормышку, наверное. Ну единственное, что у меня с собой подсадки нет, я не брал. Ну там есть какой-то силиконовый червячок красный у меня. О, вот, ребята. Не, ну я думаю, это выше всяких похвал. Давайте его, друзья, отпустим, наверное. Ну вот, поклёвочка не заставила себя долго ждать. Я думаю, будет намного печальней. А тут оказывается и на балансирчик нет-нет. Зимнет. Ну, конечно, размер оставляет желать лучшего. А оси клюнет что-нибудь покрупнее. Единственное, только, друзья, ловлю без поводка. Хотя, хотя может и щука клюнуть. Тут такие места-то. Как бы нет-нет, щучьи. Ну вот что, боюсь поставить поводок. Я думаю, окунь вообще, наверное, тогда подходить к нему, наверное, не будет. Поэтому на авось вдруг пронесёт. Ну, а во-вторых, она ещё и не клюнула, эта щука. Чтобы что-то у нас тут какой-то эффект был. Ну, один это уже результат, скажем так. Это не зеро. А это уже ушли от нуля. Может, что-то и наловим. Ну, конечно, не хотелось бы таких размеров, если вот он и будет клевать. Не очень бы, конечно, хотелось. Ну, будем поглядеть. А то сильно разбуриваться тоже особо удовольствия нет. 60-70 сантиметров. 80, наверное, даже. Ну, вот, смотрите, вот шнек лежит. Вот по соединению почти идёт, получается. Не знаю. Короче, друзья походили. На балансир вообще ноль реакции. Ну, сейчас пытаемся что-то на мормышки найти. Как там Казани, Казани, не знаю. На них вообще практически не ловлю. Терпеть не могу. Вот это вот драчилство. Ужас. Не знаю. Товарищ, он две сорожки поймал. Может быть, расклюётся. Ну, он опять же, говорю, с подсадкой ловит. Опарыш там, что ли, у него. Я вчера не успел заехать в магазин. Будем на такую ловить без подсадки. Да, ну, если ей всё равно клевать, она, конечно, должна. Я думаю, расклюётся. Может, к обеду там или чё. Всё равно быть такого не можешь, чтобы рыбы не поймать. Я думаю, что-то да поймаем. Ну, пока что нашим трофеем стал только вот этот окунёк, которого вы видели. Вообще, друзья, не знаю. Прошло уже два с половиной часа. Эффектов ноль. С этой мормышки я вообще терпеть не могу. Поэтому всё-таки решил на балансир. Может быть, всё-таки какая-нибудь зверюшка клюнет. Но не факт. Чё-то всё молчит. Хотя очень хотелось. Всё-таки сотенку от дома уехали. Можно было и у дома, в принципе, сходить на острова, но... Чё-то сильно пешком так неохота бы выйти. Думали, подъедем прямо к месту, наловим рыбы. Но чё-то... Пока что по эффектам... Сами видите, как бы... Эффектов ноль. Один трофей. На 30 грамм. Ну и всё. Размел он. За балансир. Никаких больше телодвижений пока. Даже поклёвки ещё ни одной не увидел. Скажем так, печалька. Ну ничего, сейчас, наверное, я думаю, пойдём вон туда, вон к берегу попробуем. Может быть, опять на мормышку сядем, сидим. Так, конечно, не хочется, не люблю эти мормышки. Ну, не знаю. Надо будет смотреть всё равно. Ну, конечно же, друзья, на рыбалке обязательно без чая никак не получается. Этот согревающий напиток нам помогает просидеть на этой рыбалке, когда ничего не клюёт. Поэтому это ищут, друзья. Не, ну, друзья, конечно, красота здесь вообще неописуемая. Смотрите. Сейчас вышло солнышко. Красоты, конечно, здесь вообще бомбические. Рыбалки тоже что-то ходят, ходят. Видать, ни у кого ничего не клюёт. Не знаю, друзья, видно вам. О, смотрите. Везде одни сетки. Сетки, сетки, сетки. Поэтому и рыбы в наших водоёмах нету. Вот, друзья, что-то какие-то дипки пошли. Небольшие. По всей видимости, такой окунь мелкий. Четвёрочка, балансерчик для него очень большой. И всё, что-то прекратилось. Три поклёвки. И ничего. О! Вот это бонус! Ну, ничего, это приятно. Так. Сейчас попрёт. Хоть на камеру поймался, то приятненько. Или он здесь один у нас был. Клюй, рыбка большая. Ещё больше. Солнышко вылезло. Прямо пригревать так хорошо стало. Ветерок маленький кончился. А то прям некомфортно что-то было. Знакомых сейчас встретил. Жерлицу он ставит. Семь штук стоит, говорит, ни одной сработки. Но они прям с самого утра, они, значит, в семи, наверное. Носорожка стоит. Вообще, говорит, никаких, ни поклёвок, ничего. Абсолютно. Позавчера, говорит, люди прям ловили, говорит, сработка за сработкой тоже было. Сейчас что-то. Чё-то ничего. Ну, друзья, очередной представитель поймался. Поймался сейчас нам. И чё-то пока тишина. Слонки клюнул сразу. И всё. Но если один слонки, это вообще с ума сойдёшь, чтобы. И всё. Чуть-чуть поровнее, чем там в заливчике был. Сейчас, друзья, подброс был. Ага. Не подбрасывает. Видим, совсем мелкий чуть-чуть. Не собирается. По бороде дал. Сейчас поменял нижний тройничок. Там мне бусинка вылетела снизу. Поставил другой. И сразу раз. Произошла поклёвка, видимо. Всё равно что-то она даёт. Там что-то тройничок. Без этого. Бусинка вылетела снизу. Очередной тропей. Он ростом как раз сбалансир. Но все они на нижний крючок, видать. Вот эта вот бусинка, по всей видимости, привлекает их. Ну, малыш, вообще, конечно. Знаете, какой хышник. Ну, всё, ловим дальше. А вот ещё что-нибудь нам клеванёт. Ну, поклёвочки вообще прям такие осторожные, как будто нюхать подходит. Жадный не ест. Такое ощущение. Рыба разрозненная. Не как, конечно, по перволезию. Ну, сейчас уж всё дело к весне уже. Хотя, по идее, кучковаться в стае должен уже перед... К нере, что всё-таки как-то дело уже должно идти. Но что-то... Никак не получается. Одиночные. Одиночные слонки. Один. А то и вообще нету. Вроде идёшь в одном покосе, как бы. Должно быть. Ну, чё-то нет. Вот. Нет-нет, клюнет. Вот, ну, прям сильно мелкий. Бьёшь только по бороде, говорит. Никак. Не хочет засекаться. Вот опять, видите. Был подброс небольшой. Ну, все, видимо, вот такого тут размера. Поэтому особо-то и не клюют. Не то, что не клюют, а засечь их. Как-нибудь секёшь играют, всё балансируют. Очень мелко. Достоинка экземпляров, что-то вообще уже. Хоть один бы попался в ладошку. А то всё только кошака. Ну, а то, ребята, в принципе, рыба и не нужна. Так, ну, мы едем ловить удовольствие. Не настолько мы голодные, чтобы собирать от кошки пяток, если таких. Если ровный, будет одно дело. Окуль-то у него гастрономические свойства хорошие. Рыба вкусная. Ну, а если вот такой мелкий, говорю, пяток тёщины кошки, да и всё. В принципе, он больше нам и не нужен. Вот такой. Плохо, что не ловится в количестве. Так бы удовольствие, конечно, было гораздо больше. Ну, поиск это тоже своего рода удовольствие. Не сидеть же всё на одном месте. Как вам люди сидят на сороку сеял. И вот весь день сидят. Ну, это неинтересно. Ну, я считаю. И берут всякую вот такую. Всё, ну, для чего её брать? Кому она нужна? Ну, кошка, ну, возьми ты десяток. Для чего её таскать там? Этой сорожки сумку набьют и парут домой. Чё с ней делать, я не представляю. Это даже сушить там, чё там, нечего есть. Ну, у нас люди, у нас менталитет просто такой. Можно много взять. Возьмём, но очень много. Хотя для чего. Ну, не знаю. Ну, хотя если у неё там 40 кошек. И вот он прокармливает, пытается этих 40 кошек. Не знаю. Ну, чё-то опять всё притихло. Были дебочки. И всё. Сейчас, наверное, перейдём на соседнюю луночку. Посмотрим, чё-то. Видит, чё не будет. Здесь у нас, друзья, ещё мельче. Здесь у нас вообще метр глубины. Чё он, друзья, скажем. Толборосы очень редко. Клёв, сегодня чё-то не на нашей стороне. Ну, друзья, смотрите, какие трофеи лежат. Жесть, конечно. Есть. Там она как бы с бусинкой, что ли, с какой-то непонятной. Ну, сразу трофейный окунь. Грамм сто. За сегодняшнюю рыбалку это просто гигантус. По сравнению с теми, что было, это просто трофей вообще. Где попалась вот такая сорожка? Не знаю, вообще, наверное, грамм 30, наверное, я считала. Малышка. Давайте её отпустим, наверное. Плыви. Всё, друзья, уплыла. Нет, вот чё-то клюнуло. Да какой малыш. Видели, друзья, да? Меньше спичного коробка. Друзья, нет, нет, подкинет, конечно, и всё. Нету такого, что бы прям с подкида брал. Очень редко прям. Ну, всё равно. Нет, нет, подкинет, и то приятно. Балансирчик другой не переставляю, потому что считаю от цвета тут вообще без никакой разницы не будет. не хочет он брать просто, вот и всё. Парник мой, он решил вообще там застравал, а уйти. Ну, это полтора, наверное, от меня камикадзе. Знаю, говорит, места, говорит, сейчас наловлю. Но сегодня он тоже мне показал, что вот они места. Друзья, ну вот, немножко активизировался клёв. Но опять это на дрочилку. На балансирчик вообще ни хрена не хочет. Но на эту вот нет, нет, вроде проклюни. Немного, но всё-таки есть небольшой эффект. Чуть-чуть поровнее стал. До этого был вообще очень мелкий. Ветер ещё поднялся, так неудобно как-то стал. Ничего, вот и, пожалуйста, вам на камеру. Вы говорите, не клюёт. Кошки наловим всё равно. Куда, бедно наловим. Ловлю на безмотылку с бучинкой. Ну вот. Балансир вообще сложил. Вообще перестал на него ловить. Так что. Будем потихонечку ловить на это. Без поклёвки клюнул. Клюнул на подвеску. Силиконовый червяк. На сам балансир не хочет. И всё. Тишина. Давай полосать клюй. Ветер поднялся. Так некомфортно стало вообще. Во, хорошая поклёвка. Но это уже покрупнее на балансирчик. На тройник, который снизу. Прям гигантно. Всё же. Всё не с полпальца. Сейчас время четвёртый час. Ну, три где-то, наверное. Вот нет, нет. Чего-то какая-то активность началась. До этого вообще тишина была. Ну, и так, друзья, давайте подрезюмируем. Сегодняшний наш рыбал лунный день. Ну, я думаю, львало не больно много, но приятно. Ну, давайте посмотрим. Наловили. Ну, не много, но приятно. Всё. Всё, друзья, спасибо, что смотрели. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайки, излайки. Пишите комментарии. Ну, в дальнейшем будем ещё дальше снимать рыбалку. Извините, конечно, не всегда получается, но... Всё. Спасибо. Всем пока.